Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале! Сегодня решил написать видео как приготовить имбирный чай правильно. Многие эксперты советуют взять свежие корневища имбиря. Помыть, почистить, измельчить, залить крутым кипятком. На этапе настаивания либо вскоре после него добавляются различные ингредиенты, меняющие лечебные свойства имбирного чая. И эта технология тиражируется из одного видео в другое. Посмотрите несколько и остальные вам будут просто не интересны. Но! В случае если вы все сделаете правильно, как советуют эксперты, примерно 50% мужчин, а может быть и большее количество, откажутся употреблять имбирный чай. Потому как он реально будет нарушать их уровень здоровья. Потому как нужно знать, как приготовить имбирный чай для мужчин правильно. Примерно 30-40% женщин последуют их примеру и откажутся употреблять имбирный чай. Потому как нужно знать, как приготовить имбирный чай правильно для женщин. Часть подростков, а особенно детей младшего школьного либо дошкольного возраста, также откажутся употреблять имбирный чай. Потому как нужно знать, как правильно приготовить имбирный чай для детей и подростков. Некоторые секреты диетолога и фитотерапевта я раскрою в этом видео если вы досмотрите это видео до конца то в нем я врач фитотерапевт диетолог борис качко автор десятков опубликованных не брошу часть из которых вы можете приобрести через интернет расскажу вам как приготовить имбирный чай для мужчин правильно как приготовить имбирный чай для женщин правильно как заваривать имбирный чай для детей подростков правильно и очень важный момент на этом этапе как правильно подготовить то сырье именно корневище имбиря чтобы у вас получился правильный имбирный чай поэтому смотрите это видео дальше я думаю определенную полезную информацию вы из него для себя получите и сможете правильно готовить имбирный чай и свое здоровье только лучше почему так происходит да все очень просто если приготовить имбирный чай правильно в нем сохраняется множество летучих соединений которые выделяясь через легкие способствует образованию слизи и самоочищению всей дыхательной системы начиная от самых альвео но это работает случае если мужчина абсолютно здоров если мужчина здоров не полностью иными словами есть вредная привычка под названием курение ситуация будет совершенно иной с одной стороны летучие соединения имбирного чая способствует самоочищению дыхательной системы начинают альвеол с другой стороны новые порции дыма загрязняют легкие идет команда стой там иди сюда в этой ситуации мужчина чаще всего бросит употреблять имбирный чай скажет что он ему вредит но правда часть мужчин может бросить вредную привычку под названием курение и вести более здоровый образ жизни как приготовить имбирный чай для мужчин правильно на этапе приготовления когда вы измельчаете свежие корневища до их нужно измельчить дальше дать некоторое время чтобы ароматические вещества попали в воздух вы будете дышать реально более чистым воздухом котором антибактериальные вещества имбиря осложнят жизнь патогенным бактериям возбудителем грибковых инфекций укрепят иммунитет в органах дыхания отхаркивающий эффект при этом минимале вы можете поступить и иным способом завариваете имбирный чай из свежих корневищ не нужно закрывать посуду герметически нужно заваривать в открытой посуде в этом случае ароматические вещества будут испаряться воздух летучие компоненты окажутся в воздухе они летучие останутся в имбирном чай будут оказывать свое действие ну как минимум по отношению к пищеварительной системе улучшая ее работу вы можете схитрить еще раз и заваривать не свежие корневища имбиря а высушенные при высушивании также часть летучих компонентов была потеряна и это вариант выбора чтобы заваривать правильно имбирный чай для мужчин часть женщин также страдают этой привычкой и по этой же причине могут отказаться от употребления имбирного чая и эти нюансы могут использовать как мужчины так и женщины а вот что делать детям как правильно заваривать имбирный чай для детей и подростков вы узнаете прямо сейчас у детей и подростков ситуация конечно несколько иная дыхательная система наряду с пищеварительной относятся пожалуй к самым уязвимым и чаще всего есть какая-то хроническая патология со стороны органов дыхания имбирный чай может помочь но тут нужно учитывать на какой стадии находится процесс как в органах дыхания так и в пищеварительной системе если со стороны органов дыхания у ребенка присутствует продуктивный кашель я имею ввиду идет отделение мокроты ее не нужно как правило усиливать в данном случае и имбирный чай нужно готовить как для мужчин я имею ввиду дать возможность части ароматических веществ уйти в воздух пусть лучше ребенок дышит более чистым воздухом и это его легким только будет плюс и всей дыхательной системе заодно а со стороны пищеварительной системы имбирный чай работает сам по себе улучшая переваривание пищи уменьшая размножение в кишечнике патогенных бактерий и такой диагноз как дисбактериоз кишечника частый спутник у часто и длительно болеющих детей этот диагноз будет постепенно терять свою актуальность если же у ребенка кашель становится более сухим здесь имбирный чай правильно приготовленный с максимальным количеством летучих соединений из свежего имбиря проходит в органы дыхания и способствует самоочищение легких и когда кашель самопроизвольно заканчивается это говорит том что с помощью имбирного чая который вы знали как приготовить правильно для детей вы ребенку помогли выздороветь и правильно комбинируя разные разные сырье из которого готовится по названию один и тот же имбирный чай вы получаете разные эффекты но главное чтобы этими эффектами вы управляли уровнем здоровья ребенка они однажды приготовленный по одной технологии имбирный чай создавал сложности с тем же самым здоровьем поэтому если вы знаете как приготовить имбирный чай правильно я за вас теперь спокоен и ваше здоровье в ваших надежных руках на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчикам моих каналов словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео не забудьте поставить на него лайк если вы не подписчик моего канала не забудьте подписаться это делается буквально одним кликом вы подписчик моего канала и тогда новые видео будут приходить вам в почту уведомление у них и вы сможете просмотреть в удобное для вас время в любое время дня и ночи до новых встреч на моих каналов а в одном из следующих видео я расскажу как какие компоненты можно добавлять к имбирному чаю какие это даст положительные моменты для вашего здоровья а возможно какие-то сложности в одном из видео под названием имбирный тест его легко найдете поисковике наберите имбирный тест я расписал как в принципе какую патологию имбирный чай может выявить скрытую либо явную но показать ее наличие и возможность создать сложности для вашего здоровья поэтому прежде чем пить имбирный чай не забудьте посмотреть то видео чтобы вы понимали что это очень активное лечебное средство но только при правильном к нему отношении при правильном приготовлении вы реально будете получать пользу для вашего здоровья до новых встреч на моих каналах